здравствуйте доброе утро всем привет я как бы это сказать я сейчас нахожусь практически 400 километров от дома еще осталось совсем чуть-чуть и я уже буду на месте меня давно не покидала такая идея ну как идея всегда наблюдала в социальных сетях за одной деревней в нидерландах и всегда хотела туда попасть но вот как-то никогда не получалось что ли или я не знаю а так как у нас опять таки бытует паника что с ноября наступит конец света и продлится до весны то я подумала ну ладно попробуем кстати огромная благодарность моей постоянной подписчицы из города днепр привет потому что она была одна из первых кто поварушила эту тему а покажите села покажите деревню вы знаете на севере нидерландов находится одна деревушка эту деревушку возможно вы даже это знаете эту деревню называют голландской венецией почему потому что в этой деревне отсутствуют улицы а у жителей этой деревни нет машин потому что не как ездить на машинах улице они в воде и домики стоят на участках то есть в каждой семье есть лодка представляете я всегда восхищалась этими такими романтическими пейзажными фотками вот кто-то в комментариях у меня написал у тебя красивые гортензии да я очень люблю гортензии в саду если честно у меня по-моему 35 наверное около 40 кустов гортензии правда не всегда есть время за ними ухаживать но я люблю гортензии и вот в этой деревне как я видела на фотографиях вы знаете вот вода вместо асфальта и практически в каждом дворе гортензии растут почему так сложилось потому что местные жители они в свое время перед двором просто выкапывали торф а на этом месте образовывались скажем так сначала лужи а потом уже не лужи в общем с 13 века я сегодня посмотрела википедии в описании под этим видео обязательно для вас загружу ссылочку на википедию я посмотрела что это деревня упоминать упоминается вот что там с 13 века уже как бы была своя история 100 звонки звонки 170 мостиков примерно 2600 человек населения очень любима туристами любима туристами потому что вот когда посмотришь это эти фотографии кажется она будто вот какая-то игрушечная что ли я не знаю вот мне осталось буквально еще наверно минут 40 50 туда ехать я даже честно говоря немножко потерялась не знаю я еще в германии ли я уже в нидерландах понятия не имею мне кажется для вас это тоже будет интересно потому что немецкие деревни они как бы как правило но я не знаю чем немецкая деревня отличается от города школы есть в некоторых нет супермаркета восстановки есть асфальт есть инфраструктура есть но вот если например взять те же нидерланды да там конечно отличается этот но в принципе и и да тоже у них другая кексы у них такие смешные хотя честно говоря я выпечку их не не очень люблю ну просто но не мое мне очень также будет интересно посмотреть сколько там туристов и я не знаю как там пешком люди ходят наверное как либо нужно будет взять велосипед и туда поехать то есть я я первый раз я не я не подготовилась у нас как всегда все сплошным экспериментом скорее всего там есть какая-то парковка для туристов а дальше идешь пешком вы представляете люди живут из поколения в поколение у них нет машины мне нужны машины они ездят на лодках либо на велосипеде кстати велосипеды это вообще отдельная тема в нидерландах я не могу себе голландца представить без велосипеда конечно но в городах это немножко усложняет для нас те кто ездит на машине хотя в германии тоже на севере я бы сказала вот штральзон гамбург тоже очень любят велосипеды иногда даже забываешь об этом велосипедных дорожках так идешь себе гуляешь спокойно тебе слышишь колокольчик за спиной этом велосипед я когда-то спросила в комментариях куда хотите париж амстердам посмотрела на карте амстердам 40 километров от этой деревни обещать не буду посмотрю сколько времени займет вообще как это будет там загадывать не будем а париж мне кажется лучше зимой когда галерея лафаэт еще на украшена наряжена когда-то елочка там под куполом висит такое сказочное время тогда чувствуешь себя сразу обычным ребенком вот всегда когда делаю такие паузы смотрю если земляки с украины польша есть видно до фуры ах дома крыши домов там они из соломы знаете как вот раньше при временах шевченко это было помните вот такие вот украинские хаты вот там тоже домики в общем крыши покрыты соломой мне очень интересно я держу в визире эту голландскую деревню уже наверное лет пять как-то вот вчера вечером подумала куда бы поехать чтобы посмотреть чтобы показать думаю если поеду в гослар я туда точно не выйду потому что это тянет как магнит но вот теперь в общем решила до скорого за то что вот эта природа здесь вода луга коровки я уже видела и поросятка вы всех нас не знаю кого здесь еще не видела привет но не бойтесь вот эта штука находится под электрикой до нее дотрагиваться нельзя иночка я тебе передаю привет я знаю что ты еще в италии ты помнишь как мы с тобой во франции искали так вот я нашла а вам расскажу по секрету поехали с подругой и на его францию дикарю что найдем то и посмотрим охотились за удобрением для цветов не нашли и на а здесь бери не хочу если тебе для гортензии питунек надо скажешь тебе привезу правда у меня никаких пакетов нет только эти со вчерашнего бутика шоколады вообще классно сейчас напишут в комментариях она что с ума сошла нет просто там где мы живем у нас в основном только лошади у нас в нашем регионе нет коров понимаете а цветочки любят все это самое лучшее одобрение вот и все поэтому сейчас посмотрю они тебя бояться не к тебе не подойдут посмотрите смотрят так говорят всем привет класс везде практически вода везде все зеленое так классно жалко что эта штучка под электрикой с ними нельзя обняться поцеловаться их погладить а может и можно это попробовать класс здесь я так понимаю живет семья у них своя ферма мне здесь так нравится даже уезжать отсюда не хочется смотрят так круто чего она к нам прицепилась я сегодня здесь пробуду в общем в Голландии я пробуду день когда уже стемнеет тогда поеду обратно и на тебе привет в италию если сокровища нужны пиши вот такой стиль домиков здесь заборов нет ничего нет ограждающего то есть просто смотришь и наслаждаешься посмотрите практически все дома такие очень много гортензии здесь я так понимаю можно арендовать лодку написано туалет и ресторан и терраса и лодочки я там видела вот здесь паркуешься если я это правильно понимаю то там уже нет улиц там ну как нет улиц нет вот такого вот камня там уже только вода нужно брать воду так мне кажется в принципе я это нашла вот машину припарковали там теперь отсюда вот карту смотрим какие здесь цены один час двадцать пять потом двадцать евро ну еще опять таки смотря сколько человек о велосипед тоже можно взять класс я пока видела только пару улиц мне уже здесь нравится теперь видно так я так понимаю нам дали вот эту лодку как сальди дас я нравится так мои попутчица это нравится и клап я здесь я ваттамо в общем это не так то легко как кажется на этой лодке ехать я все-таки попробовала просто селфи палочкой это очень неудобно признаюсь вам честно я надеюсь за мной видно весь пейзаж это вот как-то не не как на машине поворачиваем вы знаете почему я согласилась ехать на лодке я же плавать не умею воды по факту боюсь если честно просто мне сказали да вы не переживайте здесь всего лишь метр глубина так интересно вы знаете то что вот какие то здесь волны что ли я не знаю вроде бы все тихо спокойно но когда едешь приходится постоянно рулить как-то так примерно за час можно число так поправлю примерно за час можно здесь объехать всю деревню так как я это делаю в первый раз то мне как-то совершенно непривычно вообще не понимаешь когда начинать поворачивать как это вообще все делать так видно вам мой руль мой руль меня слава богу хоть никто в противоположном направлении не едет так может немножко немножко побыстрее сейчас с правой стороны от меня будет красивый домик и все-таки меньше скорость наверно все таки скорость должна быть больше хальди битта попросила попутчиков немцев чтобы они рядом я так понимаю здесь отдыхает только германия наверно ой 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 это моя ошибка лично это ошибка Классно. Вот такая деревня Гитхорн. Тяжело выговорить это название мне. Я вообще надеюсь, что я правильно это выговариваю. Справа, видите, такие деревья, они плоские. Специально их так подстрекают. Сказка. Здесь, кстати, наверное, ведьмы вообще не живут, потому что нет пешеходных перекрестков, девочки-ведьмочки. Ну как же эту тему оставить, да никак. Удочки, класс. Субтитры сделал DimaTorzok. А я-то думала, ну подумаешь, больше 400 километров. Ну ничего. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Человек-население этой деревни. Девочка-надача. Субтитры сделал DimaTorzok. Просто, наверное, какой-то рай. Ха-ха-ха. Субтитры сделал DimaTorzok. представить бы да там живут обычные люди я даже с улицы вижу антиквариат старые шкафы стоят старина мебель 1969 год ресторанчик в 69 году они его открыли пробка образовалась у нас какая прелесть какая прелесть обратите внимание цветовые гаммы здесь то есть тапочек голландский висит видите они не боятся красок метла так а вот и дом первой видно отлично все-таки наши здесь тоже живут как приятно видеть своих куда бы ни поехал везде свои люди магазин подарков гортензии около двух метров рост вот это был точно бы мой домик такой таинственный маленький тихо спокойно так хочется сказать как в раю как же здесь красиво я очень надеюсь что камера вообще передает всю эту красоту и живопись представляете вот так жить класс ой кошечка то что перед этим говорила гортензии соломенные домики все это на воде представляете приедут приедут гости отметят например новый год и выйдут пьяные из порога сразу в воду они наверно здесь все трезвеннике такая тишина и спокойствие тоже красивый наконец-то 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 нужно иметь какой-то опыт а так это конечно немножко страшно ну как страшно пока ты едешь там ты боишься чтобы никто тебе навстречу не поехал ну по крайней мере я боялась потому что они предупредили что большие кораблики у них приоритет у них главная дорога и так как бы нет совершенно опыта вождения вот таких вот вещей то как бы теряешься и думаешь господи что же мне сейчас делать но они там сказали не переживайте если вы плавать боитесь то все равно не переживайте здесь только метр глубина а теперь когда я выехала в такое озеро теперь честно говоря как-то ну не знаю как-то стрёмно стрёмно страшно красиво видела очень много лебедей интересно как здесь люди живут представляете так выходишь со двора приехал например к родственникам Костя выходишь со двора ночью смотришь смотришь на красивые цветы все прекрасно и забываешь что перед самым порогом сразу вода в Голландии она вообще очень как бы это сказать отличается да то есть практически нигде нет забора хотя в Германии тоже нет но голландцев у них другой стиль у них как-то вот Германия зеленая а Нидерланды это вообще столько самшита гортензии чего там еще у них травка газонная опять вижу лебедей так вам видно лебедей солнце светит так куда я еду здесь есть у тебя какое-то значение там будет какой-то выезд я так понимаю направо почему я вообще не поехала с туристами зачем я зачем я это сделала лебедь вот там видно лебедей вот пока я была пока я была вот там вот в этой деревне у меня как-то и страха не было теперь вот это озеро это маленькая-маленькая лодка которую я совершенно не умею управлять теперь мне как-то страшно плавать не умею вообще здесь такая природа так красиво сейчас поставлю камеру по-другому чтобы вы это видели кстати я до этого видела таких странных барашков они были настолько толстые что я когда подъезжала на машине солнце светило в лобовое стекло я сначала подумала это какие-то поросенки а потом все-таки подъехала ближе это были барашки здесь сто процентов есть какая-то живность потому что сетки сетки но ничего не видно столько туристов и все крадутся а вот видно что это такое альпака это альпаки да вот я слышу другие говорят альпака да это действительно альпака кстати альпака тоже может плеваться эти крыши эти соломенные да домики мне чем-то так напоминают из истории украины вот этот дом тараса шевченко посмотрите как это все похоже да так дальше будет тупик теперь нужно разобраться там тупика ехать куда направо наверно мы попробуем направо травка прям изумрудная правда я очень надеюсь что камера передает эту игру цветовой куда я опять еду куда меня опять течение несет вот они мои любимые гортензии напишите пожалуйста в комментариях мне просто интересно кто еще любит гортензии я бы наверное не знаю целый гектар бы их имела если бы могла интересно как здесь почтальоны наверное только на велосипедах ездят мне кажется что по мостикам пешком тоже нужно будет пройтись мне кажется это тоже интересно вот можно посмотреть дворы поближе подольше вот таких маленьких мостиков здесь насчитывается 170 штук вы видите они даже продумали даже повесили горшки с цветами такие детали а приятно так здесь немножко осторожно вот я когда это видео загружу я мне кажется я его еще сама буду смотреть часами как же здесь красиво так это что у нас здесь украинский флаг нет украинский желто-голубой это голубо-желтый вот когда проезжаешь под такими мостами такое ощущение будто врежешься в какую-то стенку ну я кстати это уже сделала уже успела мне интересно насколько устойчивы эти лодки для туристов я же наверное не одна такая которая ни разу не пробовала и решила попробовать себя в роли капитана ха-ха зеленого цвета окон а здесь посмотрите они не боятся не боятся экспериментировать со светом цветом господи ли светом как я так я так понимаю что мы уже приближаемся к остановке потому что здесь уже как бы больше и больше людей как бы не столкнуться с ними да я думаю что мы уже приехали потому что здесь начинаются все кафе рестораны я очень надеюсь что вам понравилась эта экскурсия и я постараюсь еще пройтись здесь пешком по мостикам ой солнышко светит может быть еще что-то увижу вот и а и 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 Линкстенка их. Здесь вообще всех замешают. Вы знаете, как я ориентируюсь, где, докуда выехать нужно? Там, где большое скопление туристов. Вот такая немецкая, о господи, немецкая, голландская деревня. Здесь жить, это, наверное, огромное счастье. И теперь, опять же, опять же, опять же. Ты вон что-то. Да? Ты уже хорошо сказал. Да. И это место. Вот здесь. До скорого, мои хорошие. До скорого. Пока. Теперь против солнца, наверное, ничего не видно. До скорого, мои хорошие. Путешествие на воде уже закончилось. Теперь хочу пройтись здесь пешком, потому что здесь так красиво, что, мне кажется, не то что одного раза. Здесь, наверное, недели будет мало все это посмотреть. Хотя деревня очень маленькая. Огромное количество туристов. В основном слышишь немецкий язык. Также очень много поляков здесь. Здесь, потому что польский язык тоже частенько встречается. Посмотрите. Как красиво, как красиво. Но свежо. Вот теперь уже солнышко садится, уже свежо. Что-то такое интересное. Как плюшевые цветы. Очень люблю такой стиль. Посмотрите. Вот такие орнаменты. Как-то вот не скучно, правда? Хотя, казалось бы, что-то совершенно обычное. Так, здесь солнца уже нет. Вот очень интересно, если кого-то встретит здесь, кто пообщался бы, например, со мной, как с туристом. И рассказал, как они здесь так живут. Интересно, какой здесь вообще менталитет. Я всегда говорю, что люди, которые живут вот в таких красивых домах, на воде, на природе, мне кажется, они вообще не бывают в плохих настроениях. Как здесь можно быть в плохом настроении. Да вообще никак. Такая красота. Ой, нос чешется. А это что? Гараж такой соломенный. Вот я же говорю, они так умеют красиво делать террасы, окна свои украшать, что идешь и просто не понимаешь вообще, это ресторан, это магазин или это там кто-то живет. Вот настолько они креативные. А сейчас вам покажу эти деревья известные, которые плоские, но их так нужно подстригать. Посмотрите. Такое уже видели? А если с этой стороны на это посмотреть, то они вот такие. То есть если вы, например, живете на втором этаже и хотите, чтобы соседи вам в окна не заглядывали, то вот как раз это правильные деревья. Смотрите. Посмотрите. Тапочки домашние. Переверну камеру, будет лучше видно. Типичные голландские тапочки. Тюльпанчики. А что с ними делать? Просто так поставить, наверное, как украшение. А это у меня тоже была марка из Нидерландов. Вот, посмотрите. Узнаете из моего магазина? Это серия. Она из Нидерландов. Я здесь себя чувствую практически как дома. И это у меня было, но уже очень давно. Класс. Замечательно. Они все-таки молодцы, да? Вобзон, Тарушка из Дюльпана. Креативные, я бы сказала. А вот тапочки из дерева. Что с ними делать вообще с этими тапочками? Что здесь еще есть? Что здесь еще хотят туристы? Открытки в виде тюльпана. Ну да. Получается, можно по почте отправить. Привет из Нидерландов. Это их национальные куколки. Вот такие есть магнитики. Гидхорн. Мне кажется, по-русски называется это Гидхорн. Класс, как красная шапочка прям. Это классическая расцветка. У них бело-голубая. Я часто видела в Амстердапе. Смотрите, у нас есть такие ложки у нас есть с ведьмами, а у них сувенир. С сувенирами. У нас с ведьмами вот такие же ложки у нас есть с ведьмочками. Класс. Так, а это что здесь такое? Ракушки. 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 Так. Нет, все-таки здесь люди живут. Это не все только отели. потому что вот я с немцами общалась здесь, я говорю интересно, как они здесь живут а немцы говорят, а вы думаете, они здесь живут они здесь, наверное, все сдают только в аренду я так не думаю, что они все только в аренду сдают потому что это верно лодка такая старая видите, не выбросили, а поставили как декорацию тоже интересно ставни красивые с сердечками вот, казалось бы, обычные ставни, да? добавь к ним сердечки и смотрится совершенно по-другому а это, наверное, кормушка для птиц да, это кормушка для птиц таким образом птичек кормят посмотрите чашечки повесили на дерево и там корм вот такой интересный домик посмотрите, яблонька вся обрезанная, а все равно на ней яблоки и вот так вот продекорировано ярлянда ой, на елке шарик висит интересно и американский почтовый ящик класс так, это, наверное, опять какой-то офис, который в аренду сдают лодки а я ищу какую-то кофейню где можно сесть в тишине в спокойствии кофе либо чай выпить, наверное, возьму чай стал некрасивая мы целлинцем hoorим когда очищbound водопад свинок аренду